Вот она, елка, на ней звезда, и эта звезда горит так же, как горит сталь. Каждая открытка не просто маленькая картинка, а целое произведение искусства, рассказывает Юлия. Маленькая карточка, 10 на 15, умещает в себе большую историю и отражает взгляд человека советской эпохи на мир. Такие ностальгические веяния из прошлого и вдохновили ее создать музей открытки. Вся наша жизнь – это наша память. Если наша память исчезает, то, в общем-то, не остается от жизни ничего. И в тот момент я поняла, что я бы очень хотела иметь какой-то музей, но очень простой, что экспонаты можно сложить в чемодан и унести их. То есть не нужно огромное количество залов и архивов. В ее коллекции больше 12 тысяч открыток разных лет и тематик. Еще 450 скоро приедут по почте. Девушка их покупает у других филокартистов из разных городов, либо находит на барахолках антиквариата. Я знаю, что многие собирают открытки, потому что это определенное вложение. То есть они дорожают со временем. И люди стараются собирать открытки чистые, неподписанные с обратной стороны. Я наоборот за этим не гонюсь, потому что мне очень нравится и интересно для музея, что люди писали друг другу. Кстати, по цветам, типу печати и изображаемым героям можно понять, к какому десятилетию относится картинка. Вот, к примеру, олимпийский мишка из 80-х. Он был почти у каждого жителя страны. Но самые любимые, конечно, новогодние, красочные. Они отражали достижения страны за ушедший год. Если мы посмотрим, то здесь у нас есть радио, у нас есть сама по себе работа почты. Дед Мороз как почтальон. Появление автомобилей. Дед Мороз – это не просто какой-то старый дед. Он очень модный, он современный. Он за рулем космического корабля. Он умеет управлять и выем. Кстати, в музее есть и другие интересные экспонаты советской эпохи. Игрушки, сервизы, мебель. Самый любимый из всех, конечно же, музыкальный проигрыватель. Музей работает на Короленко-51 в здании бывшего училища. Причем некоторые экспонаты туда пожертвовали люди, которые в свое время работали в образовательном учреждении. Музей маленький, но любопытный. Будет интересен всем. И детям, и взрослым. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.